Рюкзак, костюм, дневник, ручка и карандаши, тетради. Список можно перечислять еще очень долго. И все это ежегодно приобретают родители для своих школьников. Ни для кого не секрет, что подготовка ребенка к началу учебного года – дело затратное. Особенно это касается малообеспеченных семей или беженцев, а также семей, где есть дети-инвалиды. Именно этим категориям граждан члены Брестской городской организации Белорусского общества Красного Креста подготовили подарочные сертификаты. Мы пошли сейчас по новому формату. Раньше мы приобретали констовары, готовили там им наборы и выдавали наборы. Сейчас мы приняли такое решение, что лучше выдать сертификат подарочный, и они сами пойдут в ЦУМ и купят себя. Мы, в общем-то, переговорили с Брестским ЦУМом. Они нам изготовили в порядке благотворительности сертификаты подарочные на стоимостью номинал каждого сертификата 30 рублей. И мы вручаем семьям, приглашаем мы семей по спискам управления образования. В числе тех, кто пришел за сертификатом, брещанин Владимир Полевода. У мужчины большая семья. Жена Надежда и двое детей. Старший сын Олег и младший Матвей. Оба школьника. Глава семьи обратился за помощью в Красный Крест, потому как один из мальчиков страдает сахарным диабетом. У нас небольшая такая вот сложность, что старший ребенок Олег у нас с сахарным диабетом. Вот. И есть такая сложность, что ему диета надо. И все. Ну, приходит деться обращаться. Конечно, не хотел лазь бы, но вынужденный. Это очень большой плюс на счет того, что ну хоть что-то, можно за эту помощь приобрести. Даже канцелярские принадлежности. Воспользоваться помощью от волонтеров Красного Креста в рамках республиканской благотворительной кампании «Соберем детей в школу» пришла и мама троих детей, Виктория Непомнящая. Женщина с семьей переехала в Брест из Украины шесть лет назад, и на протяжении всего этого времени краснокрестовцы им помогали. Не остались без поддержки и на этот раз. Виктория Непомнящая за сертификатом отправилась самостоятельно, но реализовывать выделенные средства без 11-летней Марии, 8-летней Киры и 3-летнего Артема она не могла. Ведь лучше их выбрать необходимые канцелярские товары никто не может. Красный Крест нам очень помогает в этом плане, потому что как ни крути, каждая копейка на счету в семье, и даже вот купить наборы для детям, обложки, карандаши, ломастеры, все это тоже немалая статья затрат к школе, поэтому и в детский сад тоже необходимо покупать весь набор, и цветные бумаги, и картон, и все-все-все. Поэтому мы, конечно, очень благодарны за такую оказыванную нам помощь, и дети сейчас с удовольствием будут выбирать то, что им именно понравится, какие вот, кому какой узор, там же даже наклейка, рыбка или динозавр, это очень важный момент. И могут быть слезы, если там что-то окажется не то, поэтому это классно, что в этом году мы можем сами выбрать еще вот, что нам нужнее всего, и что больше понравится. Это супер. В этом году Маша идет в шестой класс, и ей очень хочется, чтобы к первому сентября у нее все было готово, потому к выбору необходимых вещей девочка относится серьезно. Самое необходимое я выбираю тетрадки, вот какие-нибудь такие розовые и полуобщие, потом я выбираю стерки, карандаши, ну такое все из того, чтобы рисовать, и все, в общем-то. Пенал и рюкзак это уже основное. Да, ассортимент предложенных товаров в торговом центре широк, есть что и из чего выбрать, а значит, полученные сертификаты от Красного Креста точно принесут большую пользу родителям. Кроме того, не стоит забывать, что приятные акции есть и в самом магазине. В магазине имеется огромный выбор канцелярских товаров и рюкзаков. На многие товары предоставляются скидки от 10 до 45%. Дополнительные скидки могут получить многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Производится также продажа товаров по картам рассрочек, халва, карта покупок, карта фан. Все условия, чтобы дети к началу учебного года были в полной боевой в областном центре, созданы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!